Всем привет из славного города Верхотурья! Меня зовут Райманс и это небольшое обращение к местным вандалам, которые засрали местную достопримечательность, а именно башню Верхотурского Кремля. Верхотурский Кремль после полного восстановления имеет все шансы приобрести всероссийскую известность и этим самым принести Верхотурцам благо. Но прежде чем обратиться к местным вандалам, давайте поинтересуемся у гостей нашего города, как они относятся к подобному свинству. Вот что касается вандализма, который вы уже видели на Верхотурской стене Кремлевска, как вы к этому относитесь? Вам нравится это как к гостю нашему городу? Разумеется нет, это варварство, это неуважение к собственной истории, к культуре, к памяти предков. В конце концов, чисто утилитарный фактор, это уменьшает поток туристов, потенциальное благосостояние города. Это учитывая то, что у нас нет никакой промышленности вообще и мы зависим прямиком от туризма. Это очень важно содержать в чистоте туристской памяти. Безусловно, да. Спасибо большое. Возможно, больше средств на охрану, но это вряд ли поможет. Это от общей культуры уже. А если не секрет, а вы из какого города? Из Москвы, из Московского государственного университета у нас здесь практика, мы вот проездом через Вашкур. Очень приятно. Как раз таки задание отмечать исторические достопримечательности, гостиницы, то есть вот туристко-рекреационный потенциал. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, а вы у нас часто бываете? Бываем, мы уже пятый раз сюда приезжаем. А если не секрет, вы из какого города? У нас города Нижнего Тагила. А скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что у нас в Верхотурье происходит подобный вандализм? Расписывается наши достопримечательности различными похабными словами, признаниями любви, ну и просто различными надписями? Относимся очень плохо к этим вещам. Почему? Потому что любой вандализм, он вообще очень плохо действует на людей. На посещаемость города? На посещаемость города. То есть это не красит ни город, ни людей по их поступкам. Извините, пожалуйста, можно немножко вашего внимания? А как вы относитесь к тому, что у нас расписана вся Верхотурская стена различными словами, надписями? Отрицательной, конечно, но я думаю, что не нужно так относиться к истории. Спасибо. А вы часто посещаете наш город или может быть впервые? Нет, мы не впервые. Мы были, когда этой стены еще не было, когда скала тут была. Как приятно, что наш город до сих пор еще популярен, несмотря на то, что мы так по-свински относимся к своим достопримечательностям. Мы четвертый или пятый раз уже здесь у вас. Спасибо вам большое. Простите, пожалуйста, можно немножко вашего внимания? Меня зовут Райманс, местный житель. И я решил с такой экспромом сделать социальный некий опрос. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что стены вот данной башни находятся в расписанном состоянии? Отрицательные. Отрицательные. То есть это вид отталкивающий, да, весьма такой? Большое спасибо. А вы откуда приехали, если не секрет? С Екатеринбурга. С Екатеринбурга? Славный город Екатеринбург. Спасибо большое. Это были комментарии гостей нашего города по поводу изрисованной башни Верхотурского Кремля. А теперь я хотел бы обратиться ко всем, кто ее испортил. Ребята, мы ничего не производим. У нас нет в городе вообще никакой промышленности. У нас нет экономики. По большому счету мы все нищие. Единственная наша осязаемая перспектива – это развитие туризма. Мы и так уже почти все засрали вокруг. Городской пруд, улицы, даже наши заброшенные храмы находятся в замусоренном состоянии. Силами активистов удается убрать мусор из храмов, но потом все начинается заново. Давайте хотя бы не будем ради нашего общего будущего портить стену Верхотурского Кремля. Каждый божий день в головах туристов создается ложное впечатление того, что тут живет одно быдло, которое не ценит, что имеет. И все это ради ваших записей в стиле «Коля дурак» или «Я люблю тебя, Люся» и так далее. Не портите наше будущее и цените, что у вас есть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!